Всем привет! Меня зовут Татьяна и на моем канале снова посылка с магазина Блитти. Полюбила я его, тем более там часто проходят различные акции и, знаете, такие хорошие-хорошие скидки. В этой посылке я покажу свои давнешние хотелки и также несколько инструментов, на которые я очень долго облизывалась и все думала, покупать их или нет. Но поняла, что без них все-таки сложновато работать, поэтому я их купила. Давайте поскорее я вам все покажу и всем приятного просмотра! Первое, что я покажу, это будут подушечки от Ranger Distress Oxide. У меня здесь три штучки и Distress Ink одна штучка. Эти подушечки я купила специально, чтобы делать красивое ночное небо. Здесь у меня темно-синий, бледно-синий, вот такой красивый темно-темно-серый, ну практически уже черный и вот такой фиолетовый. Подушечками я купила аппликаторы также от Ranger. Два набора, в каждом наборе идет сами вот две blending tool, не знаю, как это на русский язык, и также подушечки, четыре подушечки. И еще я в другом месте прикупила отдельно подушечки, чтобы не часто менять и вообще, конечно, в идеале иметь на каждый аппликатор свою подушечку. Или наоборот, на каждую подушечку свой аппликатор. Этими клеями, не знаю, так можно говорить или нет, я охотилась очень давно, их разбирают просто невероятно быстро, и ура у меня получилось. Это, знаете, таких два очень-очень знаменитых клея здесь за рубежом, которые пользуются вообще просто большинство. Я решила тоже попробовать, посмотреть, неужели они правда такие хорошие. Это у нас от Tambo, вот такой у нас, это просто такой белый, а это у нас прозрачный. И вот это немножко побольше, здесь 48 грамм, а здесь 25. Я открывать их сейчас, наверное, не буду, и так понятно. Он с двух сторон, с одной стороны носик тоненький, а с другой стороны носик такой более толстый. Вот как вот здесь нарисовано, то есть, если вы что-то хотите точечное, то вот этим пользуетесь. А если у вас какой-то большой объем, надо заклеить, то вот этим. Посмотрим, какой, не знаю, почему так пищат, может, правда, они очень суперкрутые. Так что будем тестировать, и потом я напишу свой отзыв в инстаграм. Еще из клея прикупила вот такие glue dots, это mini dots, вот такие они очень маленькие. Это, знаете, когда надо что-то приклеить, например, какую-то штучку, и вы не хотите пользоваться клеем. Вот, если будет видно, вот они просто такие маленькие штучки. Здесь тоже, кстати, вот ими часто пользуются. Они бывают совершенно разных размеров, бывают большие, бывают маленькие, и вроде как должны очень хорошо держать. Ну, посмотрим, здесь их 300 вот таких маленьких капелек. Для своего фотосливса прикупила два вот таких набора. Это я буду использовать в Project Life. И первый у нас это все waterfall, то есть это водопад. Они очень похожи, только они отличаются размерами. Здесь у нас 5,1 на 5,1 и 20 листочков. Здесь также 20 листочков, но они уже побольше, 10 на 10. Вот, попробуем, интересно посмотреть, как будет выглядеть водопад в Project Life. И последнее из таких материалов, это я прикупила пудру для имбоссинга, производитель NUVA. Посмотрите, какая красивая крышечка. Очень красиво смотрится. Золотая пудра. Я смотрела на YouTube, очень красиво получается тиснение. Так что посмотрим. У меня золотая пудра уже заканчивая, поэтому решила вот эту. Она, кстати, была на скидке и тоже совершенно недорогая. Так как я сейчас активно занимаюсь открытками, я прикупила еще несколько ножей. Я полюбила ножи, полюбила открытки и также я полюбила производитель LanFan. Мне очень нравится качество, что штампов и что ножей. И я прикупила несколько. Во-первых, это вот такой нож. Это самый-самый, по-моему, популярный и нужный нож для открытки. Он делает очень красивое такое тиснение. Будет и снаружи, и снутри вот такая строчка идти. И достаточно нужны такие размеры. Самое главное, мне нужен был вот этот самый большой размер. И второе, это Shadow Box. Вот за ним, кстати, тоже очень надо погоняться, потому что его невероятно быстро разбирают. Отлично просмотрится. Я отдельно, наверное, сделаю видео и покажу, что у меня получилось. Я решила попробовать вот такой набор, чтобы делать открытки. Я все время на него смотрела, но как-то не находила нужную для меня тематику. И вот от Photoplay, кстати, я впервые буду пользоваться этой бумажкой, Я нашла вот такой очень классный, это новогодний набор. Здесь можно сделать вот такие открыточки. Можно самим придумать, либо можно полностью слифтить. С правой стороны нарисовано, что входит в этот набор. Это шесть различных листочков. По-моему, они двухсторонние, если я не ошибаюсь. Как видите, здесь много всего, можно это все вырезать и делать разные открыточки. Кстати, если не хотите открытки, то можно просто использовать в Project Life. И также еще идет в наборе и лист с наклейками. Если у меня будет время, и я успею сделать открытки до Нового года, то я обязательно сниму видео. Эти вещи я тоже давно мечтала. Если вы знаете, то раньше у меня был стеклянный коврик в России, и, в принципе, мне такой мат был не нужен. Но так как я с собой не привезла этот стеклянный коврик, так как он очень тяжелый, поэтому я решила, что мне надо что-то другое, чтобы можно было на чем-то, например, спокойно штампить, чтобы знать, что ничего не случится, например, вот своим столом, да, или если даже у меня есть и коврик для резки, но все равно, например, на нем нельзя оставлять краски, на нем нельзя клей, например, оставлять, потому что это все ржует, и будет все некрасиво. Поэтому я все долго думала, покупать или нет, но все-таки решила попробовать. Это у нас мат для творчества. Он есть от двух производителей. Вот этот первый, я не помню, он от кого точно, по-моему, просто так называется, Best Ever Craft Mat. Он здесь идет 16,5 на 15, и также есть от Рейнджера. Он немножечко поменьше, то ли 14 на 15, где-то так. И он на несколько долларов подороже, где-то доллара на 3, но что самое печальное, это то, что тот коврик нельзя вывозить за пределы США, то есть они не отправляют. Но зато отправляют вот этот производитель. Я решила попробовать, и вроде как говорят даже, что он круче, чем от Рейнджер. Давайте посмотрим, сейчас откроем и на него глянем. И вот так выглядит коробка. На этом коврике можно делать все, что вы хотите. Не боится горячего пистолета, фена, спреев, что еще, клея, красок и так далее. То есть на нем можно что угодно творить, и потом просто вы протираете влажную салфетку, либо, например, можно с мылом. Единственное, что боится этот коврик, это резки, поэтому на нем, конечно, резать нельзя. Но для этого есть коврик для резки и другой. Итак, вот эта красота. Хорошего такого размера, ни большого, ни маленького. То есть как раз можно что угодно делать. Он больше, чем 30 на 30 получается. Хорошо, кстати, липнет. Видите, вообще просто не дергается. Так что у меня теперь есть вот такой классный коврик. Настала пара инструментов. И первый это Twin Memory Keepers закруглитель углов. Если вы помните, у меня уже есть один закруглитель. Сейчас вам его покажу. Вот такие у меня два закруглителя. Я их невероятно обожаю. Давно пользуюсь. Одни из самых нужных инструментов. Чаще всего я, конечно, пользуюсь единичкой. Одно-второе очень редко. Но что плохо вот в этом, это то, что он может взять только тонкую бумагу. Ну, скраб-бумагу и все. Потолще он уже не возьмет. И, ну, просто-напросто поломается. Мне надо было, чтобы я могла закруглять и карт-сток, и, например, переплетный картон, когда я делаю обложки. Вот, поэтому я тоже очень долго думала по поводу этого инструмента. С одной стороны, он не супер-пупер важный. То есть, не будешь им каждый день пользоваться, не будешь ты каждый день закруглять углы у, например, переплетного картона. Да, вот эти штучки, конечно, поважнее, потому что этими чаще всего пользуешься. Закругляешь фотографии, бумагу, ярлычки, в общем, что угодно. Но все-таки это нужная вещь, и когда ее нету, то ты прям чувствуешь, что чего-то не хватает, и, например, ты не можешь сделать обложку, какую ты именно хочешь. Та-дам! И вот инструмент, о котором я так давно мечтала, и я уже хотела его заказывать. Как вы знаете, он был в таком темном цвете. Но вот недавно они стали пересдавать свои инструменты в такой белый цвет с элементами вот таких мятных вставок. Я дождалась, когда он появится в наличии, так как, опять же, очень быстро их разбирают. А мне надо было первое, чтобы было в наличии, так чтобы еще и по скидке. И вот эту красоту я купила за 20 с небольшим долларов, то есть это чуть больше 1000 рублей. Этот 1-2-3 панчборд, то есть есть там разных вариантов, да, есть, наверное, просто вот такая доска, которая делает конверты. Есть отдельная доска, которая делает бантики, и отдельная доска, которая делает такие коробочки. Я хотела купить все вместе, так получается дешевле, если покупаете именно вот этот набор. Так как по отдельности, например, чтобы делать вот эти только конвертики, он стоит где-то порядка 12 долларов по скидке, то есть этот набор весь 20. И по отдельности они примерно вот 10-12 долларов стоят. Потом я эту штуку хотела, чтобы делать именно конверты, но потом я подумала, что я не откажусь от бантиков и от коробочек, особенно коробочки, так как скоро будет адвент календарь, надо будет делать. Сейчас сделаю видео о распаковке, также протестируем и сделаем все, что можно сделать на нем. Такой у меня был заказ с магазина Blitz. Если вы еще ни разу не заказывали в этом магазине, внизу я оставлю ссылочку. Если вы перейдете по ней, то получите в подарок 10 долларов. Вам это будет ничего не стоить, мне приятно, плюс мне также будет небольшой бонус. Если есть какие-то вопросы по этому магазину или по моим покупкам, обязательно пишите внизу. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо большое, что посмотрели это видео. До скорой встречи. Пока-пока.